Доброго времени суток! Меня зовут Олег Кашкаров. Я являюсь студентом университета города Кардив, и обучаюсь здесь по программе Чивенинг с 2015 года. Я изучаю международные связи с общественностью в школе или на факультете журналистики университета города Кардив. Сейчас мы с вами находимся в центральном парке города Кардив. Парк называется Бьют Парк. Очень красивое место. Сейчас просто немного пасмурно, но когда солнечно. Очень живописные места. И сегодня как раз 25 мая, то есть день последнего звонка, так скажем, в школах нашей страны. И здесь мы, студенты, также завершаем свое обучение. Сейчас мы с вами направляемся в так называемый местный центр культуры, где будет проходить последняя в этом учебном году встреча всех наших однокурсников с университетскими преподавателями. И это очень полезно. Это вид из окна нашего общежития. И вот это сама комната, в которой я проживаю уже восемь месяцев. И что интересно здесь отметить, кстати, комната с отдельной ванной и туалетом. Это большая редкость в Англии. В таких комнатах живут только студенты, которые уже делают степень магистратуры или степень кандидата доктора наук. Вот также здесь мы видим баклажку в раковине. Почему я использую баклажку? Потому что по традиции в Англии в ванных комнатах обычно используются два крана. Отдельно один для горячей воды, отдельно для холодной воды. Традиция эта пошла с очень давних времен. И как бы она не случайна, поскольку изначально, да и сейчас в английских домах, в жилых домах и также в общежитиях всегда существовала проблема с водоснабжением, с отоплением. И поэтому англичане привыкли экономить горячую воду, экономить холодную воду, поскольку некоторые регионы, такие как Мой, находятся в непосредственной близи к морю. То есть здесь проблема с пресной питьевой водой, да, поэтому они экономят воду, экономят тепло, то есть таким образом они осуществляют экономию. Поэтому это используется до сих пор в некоторых общежитиях и некоторых домах частных. До сих пор они используют два крана и затычку, чтобы, например, наполнить раковину, горячей и холодной водой воду закрыть, здесь умыться, потом открыть эту пробку и воду слить. Ну а мы вот уже приспособили такие баклажки, чтобы не ошпариться горячей водой, да, в ней прямо баклажки смешиваются, горячая и холодная вода. И можно спокойно мыть руки, да. Кстати, есть такая наклейка, осторожно, очень горячая вода, поскольку вода действительно горячая. После того, как закончились все наши занятия, появилась возможность посетить некоторые достопримечательности города. Вот мы стоим у стен известной достопримечательности города Кардив. Это замок Кардив-Кассл, который был построен в 11 веке нашей эры. И с тех пор неоднократно укреплялся. В частности, в 12 веке он был полностью перестроен из камня, чтобы укрепить защиту, которая ослабла к тому времени. Вот так выглядят стены замка со стороны парка Бьют, в котором мы недавно были. Вот как мы видим, замок достаточно неплохо сохранился. И по этой самой причине некоторые источники сообщают, что замок не имеет никакого отношения к эпохе 11 века, что он построен в наши дни. Однако местные жители и сами работники замка подтверждают, что это здание очень древнее и с ним связано немало исторических событий. Это очень известная река Тафф, которая протекает через весь город Кардив. И не только через город Кардив, но и через весь Уэльс. И впадает она непосредственно в Кардив, Кардив Бэй, в залив города Кардива. И вот за этой рекой находится, здесь мы видим, так называемый Миллениум Стадиум. То есть стадион, в котором проходят матчи регби. Я направляюсь в залив города Кардива, в Кардив Бэй, который является одной из трех самых интересных достопримечательностей Уэльса в Великобритании. И почему он интересен, поскольку там находится ассамблея Уэльса, а также центр Миллениум. Вообще нужно отметить, что Кардив небольшой город. Я практически, не только я, да и другие мои однокурсники практически не используют общественный транспорт. То есть с одного конца города на другой можно пройти буквально за 40 минут. То есть все важные объекты здесь находятся в буквально шаговой доступности. Здесь справа от нас находится железнодорожная станция, которая также называется Кардив Бэй. То есть сюда можно доехать на поезд из других городов Великобритании. Многие туристы приезжают сюда на выходные. Вот перед нами Миллениум-центр Уэльса. Подойдем к нему ближе. А впереди такой большой фонтан. Сейчас в нем нет воды, но летом сверху до самого низа стекает вода. Справа от Миллениум-центра находится национальная ассамблея Уэльса. И следует отметить, что здесь для того, чтобы выйти с петиции или с каким-то предложением, обратиться с предложением к законодательству, необходимо собрать всего лишь 15 подписей. Вот так выглядит здание национальной ассамблеи Уэльса. В прежние времена здесь был порт, через который уголь поступал для всего Уэльса и для всей Великобритании по морю. Сегодня в Кардив-Бэй уже не встретишь крупных торговых кораблей. Зато туристы, приезжая в Великобританию, обязательно посещают эту интереснейшую достопримечательность. Субтитры подогнал «Симон»